Пансионаты на Иссыкуле, которые в свое время Кыргызстан передал Казахстану, вновь в центре внимания СМИ. Бишкек намерен внести изменения в соглашение с Астаной, которое было подписано 18 лет назад. В 2006 году Кыргызстан передал Казахстану 4 пансионата, вернее объекты, которые там находятся. Это оздоровительный центр Олимп, пансионаты Самал и университет, а также санаторий Казахстан. Землю дали в аренду на 49 лет. Главное условие – соседи должны были возвести там современные отели с круглогодичным функционированием. Прошло 18 лет – отелей нет. Более того, три из четырех пансионатов сегодня выглядят как кадры из Припяти, полуразвалившейся корпуса и не единой души. Указано, что они обязуются довести их до трех-четырехзвездочных отелей. Но в соглашении не были прописаны требования и ответственность за их невыполнение. Сейчас в приложении к соглашению прописывается срок в пять лет. Если пансионаты за это время не станут отелями в полном объеме, Кыргызстан сможет в течение 60 дней расторгнуть договоры в одностороннем порядке, не выплачивая уже вложенные Казахстаном средства. Предложение к админу одобрил профильный комитет парламента. Скорее всего, то же самое сделает и вся законодательная палата. Но здесь важно прежде всего, как к такой поправке к договору отнесется правительство Казахстана. Вопрос пока остается открытым. Для того, чтобы новый пункт заработал, его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Впрочем, в Бишкеке есть активисты и политики, которые утверждают, что нет никакой необходимости вносить какие-то правки в соглашение. По мнению политика Мавляна Аскарбекова, Кыргызстан может уже сейчас его денонсировать. Те инициаторы нашего правительства, я думаю, эти действия не соответствуют национальным интересам. Поэтому депутаты Джоуркиниш должны тщательно это рассмотреть. И я предлагаю, чтобы все эти соглашения, договора, которые не выполнены как с казахской, так и с узбекской стороной, должны быть денонсированы. И пансионаты должны быть в ведении кыргызского правительства. Что же касается пансионатов, которые Кыргызстан отдал Узбекистану, их, кстати, тоже четыре, то их история также была скандальной. Бишкек и Ташкент долго спорили по поводу того, кому же они в итоге принадлежат. В прошлом году стороны, наконец, достигли мирового соглашения. Кыргызстан их отдал также на 49 лет и с тем же условием. Соседи должны там построить современные отели. Против такого соглашения выступили гражданские активисты и некоторые творческие деятели. Но чем это закончилось? К примеру, писателя Олджобай Шакира посадили в тюрьму на пять лет. В том числе и за то, что он критиковал власти за передачу пансионата в соседней стране. Но в суде решили, что он призывал к массовым беспорядкам. Редактор субтитров А.Семкин